1928 год стал переломным в киноиндустрии. Впервые на экране показан полнометражный цветной фильм со звуковой дорожкой. Картиной Викинг студия Мэтра Голденмайер вписала себя в историю кинематографа. С 2010-го у студии серьезные финансовые проблемы. Некоторое время MGM находилась в процедуре банкротства. Большая часть культовых франшиз, которые гремели в кинотеатрах в 90-е, сегодня находится в стазисе. Продолжение не получили Молчание Ягнят, Полтергейст, Фарго, Звездные врата, Робокоп, не считая неудачной попытки в 2014-м. Также в распоряжении киностудии права на Джеймса Бонда. Судя по последней информации от порталовой райти, надежда на выход продолжения культовых картин есть. Амазон купил MGM за 8,5 миллиардов долларов. Настоящая финансовая ценность этой сделки — это сокровищница интеллектуальной собственности в обширном каталоге, который мы планируем переосмыслить и разработать вместе с талантливой командой MGM. Каковы твои основные задачи? Служить обществу, защищать невиновных, соблюдать закон. Для Амазон покупка MGM — это способ дополнить сервис в Prime Video множеством известных картин. В распоряжении стримингового сервиса поступят более 4 тысяч фильмов и 17 тысяч телешоу. Получив в распоряжение массу известных франшиз, Prime Video поравняется с ведущими стримингами и получит новые инструменты для заработка. Ведь, как все мы знаем, студии зарабатывают не только с проката, но и с продажи мерча. На фоне успеха в прокате картины Круэлла, Disney запустила коллекцию одежды по мотивам фильма. Правда, автора костюмов компания решила не ставить в известность, что привело к скандалу. Художница по костюмам Дженни Бивал, работающая над Круэллой, раскритиковала студию Disney. Она говорит, что компания выпустила линейку одежды по мотивам ее работ, не предупредив об этом и не выплатив дополнительного гонорара. «Я пришла в ужас. Дело в том, что Круэлла посвящена миру моды и двум дизайнерам. Вся история о том, что они чуть ли не развязывают войну в этой сфере. Поэтому выпускать линейку одежды, не предупредив меня, — настоящее неуважение». В Disney пока не прокомментировали ее слова. Однако, в защиту компании говорят, что это нормальная практика, ведь художников по костюмам нанимают для создания образов на экране, а не для создания товарного продукта. И, скорее всего, с юридической стороны вопрос интеллектуальной собственности Disney тоже продумала заранее. «Российские студии тоже борются за деньги. Деньги фонда кино. Опубликован список картин, которые получат софинансирование. В основном это авторские переосмысления исторических событий советской эпохи. Снова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова